Брат, ну как ты там дышишь-то? Доброе утро. Доброе утро. Привет, я на минутку. Я сейчас скажу там по этой, по программе. А Володя нет, Володь? Здесь, а здесь? Вот он. Вот он. Я что-то могу громко говорить, не могу. Я сейчас расскажу, что делать надо. А у нас хорошо слышно, потихоньку говори, не напрягайся. Вот эта программа, которую вы не нашли, так файл, да? Не записался? Да, а я его не нашел. Снятие, как это называется? А то ты меня спрашиваешь про Елену, которая указала? Файл? Да, для того, чтобы записывать, надо не ждать, пока он автоматически сам запустится. Потому что у этой программы бывают сбои. Надо самому вручную ее запускать. То есть на красный кружок там нажимать нужно. Я так и делал. Ну, видимо, что-то промахнулся я. Я сильно-то нет, просто узнать. Хорошая сильно была передача. Ну, там запись, когда идет, там, видите, секунды, время показывает. Идут секунды. Ну, у меня закрыто, я не смотрел даже. У меня другое было. Надо было поглядеть, я виноват. Я так и сделаю. Вот не забывай в следующий раз, потому что программа такая нестабильная. Она может пропускать. Все, все, все понял, не говори. Это я знаю. Ладно. Мы сейчас будем делать запись. По житиям идем. Пока Володя дома. Ну, вот выставляем пока. Я смотрю. Ну и как? Ну, опять же, это не для всех. Ну, хотя не для всех, но опровергнуть это можно как-то. Это значит, надо не отвергнуть Слово Божие. И без Него тогда все стоит на месте. Во свете Библии, это житье, это надо смотреть. Так это или нет. Они вытворяли, что попало. Совершенно не относятся к Евангелию. У них веры во Христа никакой не было, чтобы благодатью спасены. Призови, спасешься. А вот они соревнования там устраивали. Кто больше, кто лучше, тело свое измождит. Смотришь, помер, смотришь, помер. Это убийство. А были некоторые, которые понимали и говорили, мы не являемся убийцами своего тела. Это единица. Конечно, конечно, такие. Просто нельзя так огольно принимать все на веру. Надо тоже рассматривать, конечно. Я и показываю хорошее, плохое. Конкретный вопрос, ответ. Вопрос, ответ. У людей это совершенно другое теперь. Которое, вот мне даже сейчас выходит. А я никогда не знал. Да некоторые житье-то не считали. А просто это утвердившееся недоброе обычай. Они его стараются в людей вдавить. Вот она такая была. Она ушла в монашество. Она теперь постриглась. Она ушла. Это вопреки Евангелия пошла. Евангелие одно указание. Идите по всему миру, идите. У них профессиональная болезнь ноги. Они пухнут, как столбы, язвы. Тут все это написано. От долгого стояния. Это не может быть. Но лежит человек, у него пролежни. А нормально-то ходит. У него пролежни не могут быть. Ты шевелишься, ветер поддувает. Вот так. Ну да, полезно. Конечно. Мы когда закончим все, теперь будут подходить. Мне интересно, на количество позавчера, вдруг количество подскочило посещение на 100. А на следующий день на 150 уменьшилось вчера. Мы никак из размера 320 выйти не можем. Определенное счет. 280-320. На одном месте стоит посещаемость форума. Видимо, он такой и есть. Его нельзя расшевелить. Потому что приходит по 300 человек в день. И в течение месяца, месяца, ни одного выступления нет. Еще они приходят-то зачем? Явное дело, что они что-то считают. Ну не новые же люди, 300-то каждый день приходится. Конечно. Конечно считают. Я и думал о том, чтобы вот именно такое было. Не так, как у Кукураева. Одно слово сказал. А ты сам засранец. А ты опять следующий ему. А ты-то на себя посмотри. Рожа поганая. Следующий. И они друг другом там ругаются там непрерывно. У нас ничего этого нету. У нас застолье. За хороший стол сели. Тут не надо припираться. Свою блевотину до стол тащить. Они считают, люди видят. И некоторые тогда выходят. Некоторые. Табличка бывает. Я никогда это не встречал, не видал. Ну а дальше уже как настоящая работа с ним идет. Мы даем материал. О житиях. Это не один день. Во-первых, его составить надо было. А теперь насчитать. Ну вот теперь и смотри. По всем вопросам. Сейчас скажу маленько. Это было позавчера. На меня один вышел. Фамилия его. Тутов. Тутов Анатолий. А, нет, это другой. Ну какой-то такой. Я священник был. Сейчас я вроде за штатом. Но судя по всему он запрещен. Он только апостольский. Ему не надо ни святых отцов, ни каноны. Ну видно уже в годах. И он мне нужно с вами поговорить. Ну разрешил. Вчера он на меня вышел. Вышел уже по скайпу. Он несет это все концепция такая. Моя концепция, концепция. Такого слова в Библии нет во первых. И вот он только одно. Это апостольское. Я так понимаю. Я нигде пока нет. И вот можем полезным быть. Я все слушал, слушал. И вижу, что отвечать ему нечего. Там просто болезнь какая-то у него. Он воображает, что каноны, все церковные, все они нужны. Болимся святым. Вот это абсолютно не нужно. Ну явно, что он уже полностью потерял. Но я православный. Ну как Журавлев там православный. Там ничего нет православного. Он позиционирует себя православным, как говорят. Вот Герман Стерликов. Там ничего нет. Все пять патриархатов он отвергает. Но никого не признают, кроме самого себя. Я молчал и молчал. И в конце сказал, у меня времени просто нет. И ладно. Ему сказал, можешь один раз позвонить, через месяц, пять минут. А он-то, ему сын включил это. Видео не было. Только голос-то. И он отошел и не выключил. Теперь у них что там есть, все идет на меня. И я сижу и слушаю. Я, наверное, сейчас слушал. А они там сидели, слушали. Он, видимо, им похвалился. Вот нашел человека. И теперь увеличится его общество. А никого у него нет. И там, видимо, один из них сын, а другой какой-то там на стреме стоял. Как они его взялись понужать? Да ты не давал говорить. А он правду, он и говорил. Ты ему не давал слова. Ты превозносился. Да как же. Он мне ответил. Они опять его. Да целый час они его трепали, трепали. До того интересно. У меня Володя подходит. Я уже дверь открыл и показываю. Тихо. Слушай. Они маленько то телевизор включат, то по-новой хлешат его. Ты вот все думаешь, что ты прав. А точнее я ему ответил только одно. Я православный. Я целиком православный. До мельчайшей молекулы православной. Ни одного канона, ни одного святого отца не отрицаем. Ни одного жития мы их принимаем, но делаем уже рассмотрение во свете Библии. Но я ему дальше перед этим сказал. А тут я промолчал. И вот до того интересно слушать, как они там. Но они полностью на него, на него. Они и меня-то не знают, за меня нет. А он только оправдываться да нет. Он мне сказал вот это. Ну что он тебе сказал-то? Мы рядом были, слышали. Ты не давал слова ему сказать. Он говорил где-то, наверное, минут 20. И правда. Чего только нет. Еще я буду. Какая-то концепция. У него концепция. Какая-то. У меня Евангелие. У меня Евангелие, Библия, Святые Отцы, наследие церковное. Я в церкви. Я в церкви. Иначе меня бы слопали, проглотили и даже размазали. Они ничего не могут сделать. Почему? Они должны сознать, нападающие на меня в православии, что они не православные. Наш епископ сказал, когда сидели с этим епископом. Он говорит, Игнатий сугубо православный. Вам никогда не обвинить его в неправославии. Как? Когда до тошности, до самой до тошности и до точности. Стараюсь, чтобы все было выполнено. Когда поклоны заканчиваются, вчера вечером, может, Господи, Владыка, живота моего, последний раз. У нас земные поклоны, все посты соблюдаются, все постановления церковные. В чем ты обвиняешь-то? Ну, ты не выполняешь. Сейчас они на меня, которые выгодкаавливают встречу в Литве. Видно, хорошие нам в Литве. И говорит, а католики бреются-то вот почему. Восьмая глава, седьмой стих, числа. Я посмотрел, и сейчас ему отвечаю. Некогда надо скорее записывать, но я отвечаю подробно ему. Никогда не вздумал, что там речь-то идет о чем? Израиль заново входил в завет с Богом. Они были как прокаженные. Показано прокаженные, обреем все волосы. Там прямая аналогия идет. И они посвящали их обреете все волосы. Какие? Про бороду не сказано, не знаем. А что про бороду там? Ты второй-то стих бери. Не порти края бороды. Не брить, а бороду, края, краешки не подравнивай даже. Ну, вот сейчас я ему отвечаю под это. А он говорит, а они, Ксен за этим оправдывают себя. Так это разное во время посвящения даже оправдывает. А они что, один раз очистились, на утро опять очищаются, на следующий день бритву берет, и раз, очистились, когда он посвящал их один раз, разовая, за всю мировую историю. Они на каждый день это перенесли, и теперь бреются. Это блудодейная ересь, бабий вид, и все. Никаких признаков-то других-то нету. Ты что, Христос брился? Да нет. А апостолы? Нет. Ну, даже сектанты, бритвы их не изображают. Изображают, даже возьми, Микеланджело, другие, там везде. А пророки? Ну, ясно, что с бородами. Об этом пророкам говорится. Ну, и какой разговор? У нас-то другое есть известие, как это у них получилось бородобритие. Папа влюбился в одну женщину, а у них там было всякое разное. Ну, и она сказала, ты бороду сбрею, доступно буду. Ну, он сделал, теперь-то надо оправдаться перед своими. Это он сделал, говорит, в храме. А голубь легко приучается, где его кормишь-то. Это легко дрессируемая птица по кормежке. И он взял пшеницу, что он несколько пшениченек кладет, голубь слетает на плечо, пшениченку клюет. А народу, это Дух Святой, ему что-то говорит. И он, говорит, Дух Святой сказал, чтобы все брились. А мы как ангел, ангелы бород не имеют. Нашел. А эхать, который на него нападает, там старовер, они говорят, и надо же, свою мужскую красоту променял на подпупную женскую. Вообще не выразишь слово. Подпупная, у нее тоже там шерсть, и ты променял на это. Но они теперь так и бриются. Зачем? Бог сделал. Ну, посмотри, папа, сикстинская Мадонна, это папа, папа, сикст. Это не патриарх, папа. И как он с бородой? А давно ли стали брить бороду? А когда отделились? Тысячу лет. Ну, на правду-то сказать, что же выкручивается-то? Это не годится. Я бреюсь определенное. Нельзя, там, ты болен, тебя некому. Или не бреешься, почему. Меня в Москве встретили с Данилом в монастыре, или там, в Даниловом мы были. И они пожилые прям совсем. Вот мы работаем на радиоактивном заводе. И вот, вроде бы, чтобы пыль... Да, наоборот, пыль-то, пыль-выловитель, она здесь, а не на тело. Борода-то не болеет. То есть запутались? Если где-то какая-то пыль, она вот, я ее встряхнул, и все, а у тебя-то на коже. И ты потеешь, у тебя сразу разъедает, если она ядовитая пыль-то. А у меня она здесь, маска закрыта. Что не понятно-то? Это у меня фильтр. Он прикрывает, ангину никогда не болеет. Ну, что тут доказывать-то? Там возьми, это Дугин там говорит, и об этом даже Стерлигов, об Бороде. Ладно, брат. Ой, разделить с тобой боль нельзя. Я вчера еще додумался. В Володе нету, и мне нельзя сотрясать из-за позвоночника-то. Ну, я думаю, наверное, давно не пробовал. Взял колонны, давай колоть. И получилось немножко. А утром встать-то не могу. Не могу не поклониться. Сегодня стою только вот так вот головой. Ой-ой-ой. Тоже, считай, ходящий труп. Друзья. Ну, у меня две грыжи еще не тронуты, одну только вырезали. Там же все. Я-то вас хоть маленько понимают. А другой, если такого у него не было, операции на позвонки, он ее не знает. Ну, болеет и болеет. А я... У меня впечатлительность такая. Вот ты сказал у тебя, позвоночник, у меня в этом месте и болит. Этот был Бурденко, всемирно известный хирург. И он, когда учился, и какую болезнь изучали, он то и сразу заболевал. И когда в больницу полиекинику пойдешь, на столе это было болезнь. Да и люди впечатлительные заболевали. Сейчас убрали, этого нету. А ну, там какие-нибудь доклады Хрущева может лежат или еще что-нибудь. Через 20 лет нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. До того интересного, даже с тобой поговорить. Однажды меня вызвали в КГБ, а я пошел маму взял, она была в гостях. У меня большая зеленая сумка, я в ней магнитофон носил всегда. И вот они на первом этаже вызвали, а мама осталась там в прихожей. Игнать Тихонович, вы сумку бы матери оставили? Я говорю, да нет, я привык, я за ручки держу, сижу. Я говорю, да нет, нельзя. А допрашивает, он потом стал генералом в охране Путина, Беденко Александр Семенович. Они на мне такие звезды получили большие, больше погона. Я говорю, да я не, нет, ну, у вас же там магнитофон, вы записываете. А я по столу постучал, а у вас там приклеено сколько, которые записывается. Ну, покажите тогда. Я взял, открыл, а у меня только один лежит. Одна маленькая книжечка, написано, решение 22-го съезда КПСС. Я говорю, а тут написано, при коммунизме будем жить. Так вот, я радуюсь. Дожил, говорю, а я пришел уже как коммунистический житель к вам. Ой, ну вы скажете. Ну, ничего больше нет, сумка-то здесь. Они боятся. А они боятся. Так, другие допрашивали, там один сидел, Маркус Сергей, он перешел в католики. Так, они его спрашивали, а потом мне это все привезли, дали. Марка, вы с Лапкиным давно знакомы. А он нас учил, тайно записи на магнитофоне, тайно записи. Тайно. Они спрашивали, как записали. Я говорю, маленький микрофончик в бороде был. И когда разговаривали, они нигде не знали. А тогда, а за 300 метров дальше, там машина, и в машине записывалось. Это был мастер такой, вот этот Гаврилов отец, Алексей, божьей милостью. Это удивительный был человек. Ну и они припитали с нами разговаривать. Даже у полномоченных в краевой администрации говоришь, и они со всех сторон меня обходят. Где запись-то идет-то? Они мной торговали, как хотели. В Кулуне здесь открывать храм, и никак не открывает его этот храм-то. Ну, вот сделать надо это. Они сделали. А тогда, вот у вас тут, кажется, в туалете рубчатый немножко капель-то. Его надо сделать гладким, чтобы пылинки не останавливались. В туалете. А они, представьте, сдолбили и опять сделали. Храм-то не открывают. Ну, он говорит, ну, мы все уже сделали, который раз-то. Тогда он прямо говорит, мы храм откроем тогда, когда отлучите лапки на церкви. Ух, вот это да. А я-то все это узнал. А разговор-то шел в краевую администрацию, они никак не могли понять. И когда я им это сказал, а настоятелем был, благочинный, он высшую власть митрополита имел, Войтович, отец Николай, был белорус. Ему подчинялось обе с краю, епископа-то не было. А он, ну, все на нас в списке в КГБ подавал, но простодушный был, не мог выкручивать на глазах. Но я же не дал согласия. Даже если бы я нарочно ему говорил, он уже себя выдал. Но я же не дал согласия. Я говорю, вы не дали, это в почет вам. А за что они меня хотели отлучить? Для чего? Чтобы не было нигде собраний, теперь ко мне люди не приходили. Мы вели занятия трижды в неделю по два часа на дому, в разных местах. Они ничего не имели. А написано, Ерехон восстановлит тот, кто на первенцы поставит ворота и прочее. Вы, я говорю, с какой кровью открываете храмы-то? На моем трупе ставите, на моих мощах. Они еще не могли сказать. Вот начну как припоминать. В моей биографии такое было. Ну, вот он себя выставляет. Но я буду ладно говорить. Это не со мной было, а было с Корсене. Главный шпион у Гитлера. Ну, не было же он на Алтае-то, не было. И храмы не открывали с ним. Да, он Муссолини выкрал. Бенита, но только и всего. Мы любим Господа. И поэтому с нами интересная история случается. Брат, мы всегда с тобой. Ты как муряк. Плыви по этому морю страдания. Господь это сделал и дал. Дал. Припоминай прошлое, прославляй за настоящее. И никаких наркотиков, никаких обезболивающих. Если силы, возможность дают. Обезболивание какое скажет? Он не хотел пить желчь, что дали Христу? Не хотел. Это значит в полном сознании. Я говорил, как я просил на операции делать без обезболивания. Но врачи не пошли, у вас, говорит, мускулы начнут сокращаться независимо от вашей воли. Я же себя пытал, когда на террористы готовился. И резал, и жег, и что только не делал. Это было у Петра Первого. Он арестовал одного майора, узнал там заговор какой-то. И его стал пытать. И сам, как Иван Грозный, сам в пыточной камере-то. И впервые встретился. Он смотрит на него и улыбается. Да ты что, боли не чувствуешь? Да нет, говорит, не чувствую. А как может быть? Ты посмотрел, что мы делаем, когда у нас собрания идут. Как мы готовим себя на эти пытки. То, что ты делаешь, это семечки. Петр Первый сказал, вот такого мне и надо. Переходи. Полковника сегодня же тебе даю. И работаем на пользу государству. Он говорит, хорошо. Ну и ты тогда сделай то, что мы говорим. Вот эти несправедливости убери. Это прямо из истории Петра Первого. Потому что человек, не готовый к испытаниям, он очень трудно переносит, Ян Златоуз говорит. А когда я каждый день готовился, что война будет, и поэтому сейчас у нас начнется дележка, как Украина здесь. Я совершенно спокойно смотрю. Я когда иду по городу, я гляжу на здание, я мысленно вижу дым и пыль до неба, как все рушится и... Ну я знаю в это, я к этому готов. Готовлюсь к этому, так сказать. Приготовиться целиком нельзя, потому что реальность превышает наше воображение. Я это знаю. Я думал, меня как арестуют, будут допрашивать. Я сам себя так мучил. На поленях спать или стоя, прислонившихся к стене. С вами разговаривает террорист. Да КГБ мне сколько раз говорили, ой, да вы же готовый сотрудник наш, вам бы только у нас и быть. Так я против вас и хотел, перенимаю ваш опыт. Я же хотел в фортунском легионе быть, хотел записываться, не отпустили. Там подготовка высшая в мировой практике. Ну вот такой дуралей. И вот на этих Господь Савла и поймал его. Он был сильно ревностный. А прокинул, привел и говорит, теперь ты дам понять, сколько ему надлежит пострадать за меня. Вот. Я говорю, когда по эти слова Павлова, Савлова, они мне близки. Ты не глядишь, что я сейчас скорченный такой-то. Все было и когда-то по-другому. И мы когда-то верхом на коне сидели. Они болезненно нас. С вами, дорогой брат. Вы еще потерпите за нас, еще упрекать будут. Но что интересно, попутно сказать, эти финны-то, я может говорил, запросили обо мне патриархию, и им дали добро. Это вообще, первый раз я слышу такое. Авансом. То есть решили они проверить, а что же я где-то говорю. Ну, ясно дело, я говорю-то не о патриархии, а о пробуждении. Патриархия дала добро. Это вообще неслыханная вещь. И где? В финляндской Финляндии. Она русская церковь. Но они договорились и с финнами встретиться. Если удастся. Если удастся. 2 мая мы едем на собеседование в консульство Англии. Тоже все время помню. Это открылось. Теперь, где ставка будет, там работают крепко. Все вопросы почти решились. Только английская виза осталась. Ну, а дальше отправляем мы, как тут уже у нас накатано. Но проходить через Украину, мы так и оставляем за собой право. А грабят и убьют. Значит, путь дальше прерван. Я на Бога надеюсь. А мне какие опасности-то? Я иду не по шкале своей трусости, а по доверию Богу. Все, брат, низкий поклон тебе за твои страдания. Ты как моряк полосатый, плывешь по морю. Я бывший моряк, тебя понимаю. А море это шатание, говорит, шатается, и вся мудрость их исчезает. Но утихает, и к желаемой пристани придешь. Ты как Пимен многострадальный, а ты у нас Сергей многострадальный. Я недавно говорил в житиях святых, вот я записываю. Я тут про тебя даже вставил. Хорошую вставку. Там про болезнь шла. Где-то натолкнешься, я не записал в каком именно. С Богом. Отключай нас. Готовься. Вот так. Так. Сейчас.